Спасибо, представитель Румынии. Госпожа председатель, Румыния присоединяется к заявлению Евросоюза. Мы выращаем наше глубочайшее беспокойство беззаконным принуждением к посадке коммерческого самолета и последующим похищением и арестом белорусского журналиста Протасевича и его партнерши. Нет никаких свидетельств, что они совершили какое-либо международно признанное преступление. При этом мы призываем белорусские власти к их немедленному освобождению. Мы полностью поддерживаем усилия международного сообщества по противодействию нарушению прав человека и фундаментальных свобод Белоруссии, которые имели место до и после президентских выборов 2020 года. Мы обеспокоены ростом ограничений на фундаментальные свободы, свободу собраний, объединения и выражения систематическими преследованиями независимых СМИ, случаями произвольного задержания ареста, правозащитников, юристов, активистов, несогласных и случаями исчезновения людей. Мы призываем правительство к Белоруссии, к проведению всеохватного пересмотра законодательства, политики, практики и приведения этого в соответствии с международными правозащитными обязательствами этой страны. Спасибо. Следующим выступает представитель Латвии. Спасибо. Латвия полностью поддерживает заявления стран Балтии, Североевропы и Евросоюза. Мы глубоко обеспокоены ухудшением положениями с правами человека в Белоруссии и подтверждаем наш призыв к белорусским властям к выполнению их международных правозащитных обязательств и к сотрудничеству со специальным докладчиком. Латвия обеспокоена серьезными, достоверными сообщениями о серьезных нарушениях прав человека, о пытках и других видах бесчеловечного обращения. Мы призываем белорусские власти к наказанию виновных и к выполнению рекомендаций специального докладчика в этом отношении. В репорте, в докладе говорится о недопустимых ограничениях права на свободу собраний, отсужении права граждан для гражданской активности и на разрушении и подрыв независимости СМИ в этой стране. Говорится о незаконном уголовном и административном давлении против медиков, журналистов, юристов и так далее. Госпожа докладчик, что еще могут сделать ООН и государства, члены ООН для помощи вам в выполнении вашего мандата? Я хочу выразить сильную поддержку Латвии продлению мандата специального докладчика и призываю другие государства делать то же самое. Спасибо выступлению Австрии. Госпожа Марин, мы хотим поблагодарить вас за ваш доклад. После вашего выступления год тому назад мы видим беспрецедентную эскалацию нарушений прав человека и нападок на верховерство права в Беларуси. Мы разделяем вашу глубокую обеспокоенность распространенным использованием пыток, произвольных арестов и задержания, а также чрезмерным применением силы и репрессиями против мирных протестующих. Мы согласны, что этот кризис обнажил глубоко укоренившийся дефицит институт национального потенциала Беларуси. Особенно страдают репрессии журналисты и работники СМИ, как это показало недавно принудительное преждение к посадке гражданского самолета с целью ареста Романа Протасевича, независимого блогера, и его партнера Софии Сапеги. Австрия сохраняет беспокойность в отношении продолжающегося действия смертной казни в Беларуси и призывает власти этой страны и отказаться от нее. На основании вашего опыта мы хотели бы приветствовать вашу оценку относительно того, что необходимо провести конституционные реформы для улучшения правозащитной ситуации в стране. Спасибо. Ирландия. Ирландия поддерживает заявление Евросоюза и благодарит специальному докладчику за ее доклад. Мы разделяем обеспокоенность сегодняшним репрессиями в Беларуси. Несмотря на многочисленные сообщения о нарушении прав человека, пока что царит безнаказанность для тех, кто творит это. Мирные протестующие и защитники прав человека подвергаются насилию, преследованием и запугиванием. Необходимо проявлечь виновных к ответственности за это. Ирландия приветствует проведение расследований международным верховным представителям по правам человека. Ирландия призывает белорусские власти к прекращению этих репрессий и к началу инклюзивного национального диалога с оппозицией и гражданским обществом. Проведение свободных и справедливых выборов с международными наблюдателями имеет важнейшее значение. Мы продолжаем призывать к полному освобождению тех, кто был задержан несправедливо и беззаконно. Ирландия сожалеет, что Беларусь продолжает не предоставлять специальному докладчику доступ в страну. И мы призываем Беларусь к полному сотрудничеству со специальным докладчиком. Ирландии интересно было бы узнать, что вы знаете об этих сообщениях, о задержании, в том числе в отношении детей, и о том, как это влияет на жертву. Спасибо. Видеозаявление представителя Бельгии. Десять месяцев прошли после фальсифицированных президентских выборов в Беларуси и после начала мирных протестов. На них обрушились брутальные репрессии, и была установлена система государственного террора с целью заставить замолчать белорусский народ и всех несогласных. И это делалось при полной безнаказанности. Несмотря на постоянные призывы международного сообщества, ситуация с правами человека только ухудшается. Мы подтверждаем наше решительное осуждение этих систематических грубых нарушений прав человека, в том числе произвольных массовых задержаний, пыток и других видов унижающего жестокого обращения и наказаний против всех сегментов гражданского общества. Бельгия призывает Беларусь к немедленному прекращению этих нарушений и к безусловному освобождению всех произвольно задержанных. Мы призываем к власти к полному сотрудничеству с международными инициативами, которые рассматривают серьезные нарушения прав человека, в том числе с механизмами обеспечения ответственности, в том числе с международной платформой привлечения виновных к ответственности. Мы призываем белорусские власти к проведению инклюзивного и истинного диалога с гражданским обществом, который должен привести к новым выборам под международным наблюдением. Спасибо. Выступление Великобритании, Северной Горландии. Я хотел бы поблагодарить специального докладчика за ее доклад об ухудшающемся положении с правами человека и воздать должное мужеству продемонстрированному белорусским народом. Сообщения о произвольных задержаниях и производят серьезные впечатления и являются возмутительными, а также, как и принудительное принуждение к посадке гражданского самолета с целью ареста журналиста Романа Протасевича. Мы призываем к медленному и безусловному освобождению господина Протасевича и всех, кто задержан по политическим основаниям. Закрытие управления представителя, верховного представителя по правам человека в Минске является собой серьезный шаг назад во взаимодействии Минска с гражданским, с международным сообществом. Лукашенко должен прекратить свою бесчеловечную кампанию репрессий, освободить всех политических заключенных и начать диалог с гражданским обществом и с оппозицией ради мирного разрешения сегодняшнего кризиса. Мы наращиваем поддержку гражданского общества и международных СМИ. Госпожа председатель, я хотел бы спросить специального докладчика, не могла бы она поподробнее рассказать о ее помощи верховному комиссару в ее миссии по сбору информации. Заявление Исландии. Спасибо, госпожа председатель. Мы благодарим специального докладчицу и приветствуем готовность к госпожи Марин оказывать содействие верховному комиссару в сборе информации. Мы серьезно обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. Факты, выявленные специальной докладчицей, вызывают серьезное беспокойство, особенно массированные массовые нарушения прав человека, ужесточение положений, действующих в отношении гражданского общества и их организации в Беларуси, ужесточение правил, урезание свободы мирных собраний. И мы сожалеем, что правительство Беларуси неизменно отказывается признать мандат специального докладчика и призываем правительство этой страны к конструктивному взаимодействию с госпожой Марин и ее мандатом. Мы приветствуем то, что правительство Беларуси сделало постоянные приглашения на некоторые тематические и специальные процедуры, что открыло возможность посещения Беларуси. Но мы призываем правительство Беларуси позволить специальному докладчику побывать в стране в ее официальном качестве. Спасибо. Сейчас у нас выступает представитель Польши. Госпожа спецдокладчик, Польша присоединяется к заявлению ЕС. Мы хотели бы поблагодарить вас за комплексный и ценный доклад по положению в области прав человека в Беларуси. Мы поддерживаем ваши выводы и предстоятельно призываем Беларусь участвовать и сотрудничать с вашим мандатом. Ухудшающаяся ситуация в Беларуси это вызывает у нас беспокоенность. Мы призываем Беларусь остановить нарушение злоупотребления прав человека и основных свобод в их стране, обеспечить условия, при которых все виновные будут привлечены к ответственности. Мы настаточным призываем беларусские власти срочно освободить всех политических заключенных, чье число продолжает расти ежемесячно. Это более 500 человек. Среди них лидеры союзов Беларуси Анжелика Борис и Андрей Базабут, независимые журналисты, в том числе и блогеры Роман Протасевич, журналисты ТВ Блсадка, Сария Андреева и Дарья Чуцева и многие другие. Госпожа спецдокладчик, вы выразили обеспокоенность в вашем докладе в отношении инклюзивности системы образования, приметная к этноязыковым меньшинствам и другим группам, как ситуация в области прав человека, как ее можно улучшить, какие другие действия вы рекомендуете для международного сообщества, для расширения воздействия выводов и рекомендаций вашего доклада. Благодарю вас. Спасибо. Мы сейчас заслушаем видео выступление представителя Болгарии. Спасибо, госпожа председатель. Болгария присоединяется к заявлению ЕС. Мы, к сожалению, отмечаем ухудшение ситуации в Беларуси в условиях безнаказанности, страха и безнаказанности. Мы разделяем обеспокоенность спецдокладчика в отношении правовых рамок, которые запрещают и ограничивают свободу мирных собраний, мнения, свободу ассоциации и деятельность организации гражданского общества. Все это не оставляет пространства для правовой деятельности для гражданского общества. Массовое злоупотребление и нарушение прав человека продолжаются. Мы осуждаем и считаем абсолютно неприемлемым применение чрезмерной силы 23 мая и принятую посадку самолета в Минске. Это акт серьезного нарушения международного права и нормы. Мы также осуждаем неоправданное произвольное задержание правозащитника и блогера Протасевича. Мы призываем к немедленному безговорочному освобождению всех политических заключенных и тех, кто были неправомерно задержаны, в том числе и Романа Протасевича и Софии Сапеги. Болгария подчеркивает необходимость в том, чтобы мы прекратили все нарушения прав человека Белоруссии. Мы поддерживаем международные инициативы, которые нацелены на преодоление безнаказанности за эти серьезные нарушения. Благодарю вас. Спасибо. Слово предоставляется представителю Украины посредством ЗУМ. Госпожа заместителя председателя, мы приветствуем спецдокладчика и благодарим их за доклад. Украина сожалеет, что правозащитная ситуация в соседней Белоруссии остается очевидчайно тревожной. Мы встревожены постоянными докладами о пытках и о других жестоких обращениях, преследования журналистов, оппозиционеров и правозащитников. Мы сожалеем тот факт, что эти и другие инциденты множатся и демонстрируют абсолютную безнаказанность для виновных. Недавний случай принудительной посадки самолета Ryanair, который поставил под угрозу жизнь гражданских лиц, чрезвычайно вопиющую. Украина призывает белорусские власти наконец-то услышать голоса народа, обеспечить правосудие и возмещение ущерба для жертв и освободить всех тех, кто были неоправно задержаны. Мы настоятельно призываем официально вернуться к соблюдению правозащитных обязательств и участвовать на конструктивной основе в СУВК ПЧС без докладчика. Мы готовы поддержать любые значимые усилия, нацеленные на разрешение продавления вызова Белоруссии. Мы в очередной раз призываем не вмешиваться, точнее, вмешаться в соседние государства, оказать давление на Белоруссию, те, кто это могут сделать, соблюдать правозащитное законодательство, верховенство, право и международный закон. Спасибо. Благодарю вас. Мы сейчас заслушаем видеообращение представителя Албании. госпожа председателя Албании. Приветствую. Это спецдокладчика по Белоруссии. Благодарим за доклад. Мы обеспокоены ситуацией в Белоруссии, несмотря на призывы международного сообщества восстановить диалог между всеми политическими игроками. Ситуация не улучшилась. Ограничения основных свобод продолжаются. Мы решительно осуждаем нарушение прав человека. Албания осуждает принудительную посадку самолета 23 мая текущего года. Это подрыв прав человека и основных свобод. А также арест журналиста Романа Протасевича и его подруги. Мы призываем Белоруссию срочно и безоговорочно их освободить, а также всех тех людей, которые были неоправдно задержаны, в том числе и политических заключенных. Доклад госпожи Аннаис Марина свидетельствует о растущей волне репрессии и массивных нарушений прав человека и призыв к правительству реализовать конкретные устойчивые перемены. Мы разделяем эти выводы и сожалеем о нехватке сотрудничества белорусского правительства со спецдокладчиком. Мы поддерживаем белорусский народ и гражданское общество, несмотря на репрессии, призываем к того, чтобы виновные в нарушениях прав человека не пользовались режимом безнаказанности. Наконец, мы подчеркиваем необходимость восстановить диалог для того, чтобы восстановить социальный мир в стране. Спасибо. Благодарю вас. Слово предоставляется представителю Нидерландов. Госпожа председатель Королевства Нидерландов присоединяется к заявлению ЕС. Спасибо, госпожа спецдокладчик Маран, за ваш комплексный и тревожный доклад по положению с правами человека в Белоруссии. За недавние недели ужасные репрессии, тактики по подавлению оппозиции и свободы слова привели к новому шоку роста произвольных задержаний, жестокого обращения, пытки, неприемлемы. чрезвычайно тревожно и все это выражает пренебрежение и свидетельствует об институциональном запугивании, которое используют административные ресурсы и правовое домогательство. Эти серьезные нарушения прав человека не могут остаться без внимания. Нидерланды поддерживают эту платформу подотчетности для Белоруссии, которая была создана для сбора, консолидации, проверки и сохранения фактических данных серьезных нарушений прав человека в стране. Мы призываем к дальнейшим усилиям по поощрению подотчетности и поддерживаем запрос Верховного Комиссара внести свой вклад в правосудие для жертв нарушений Белоруссии. Мы призываем белорусские власти срочно прекратить все репрессии в отношении оппозиционеров активистов членов гражданского общества и безоговорочно освободить всех политических заключенных. Госпожа Мисс Маран Какие варианты существуют для дальнейшего укрепления сотрудничества с УВК ПЧ для продвижения подотчетности? Спасибо. Благодарю вас. Слово предоставляется представителю Молдавии. Ваше превосходительство, уважаемые коллеги, мы хотели бы поблагодарить спецдокладчика за обновленную информацию по положению в области прав человека в Белоруссии. Республика Молдова внимательно и тревожно следила за развитием событий в стране. В этой ситуации в области прав человека, в особенности то, что касается абсолютного запрещения пыток и жестокого обращения, все это должно быть в центре нашей дискуссии. Мы считаем, что белорусский народ сможет восстановить среду доверия и преодолеет эти сложные времена на мирной основе в рамках аутентичного инклюзивного диалога в интересах всего общества. Республика Молдова ценит свои партнерские связи с Республикой Белоруссии и продолжит выражать полную поддержку для укрепления демократии, процветания и стабильности. В эти сложные времена мы хотели бы выразить нашу солидарность с белорусским народом и нашу поддержку мирному, демократическому решению этого кризиса. Спасибо. Благодарю вас. Слово предоставляется представителю Новой Зеландии. Госпожа председатель, мы приветствуем обновленную информацию спецдокладчика по положению в области прав человека в Белоруссии. Новая Зеландия глубоко обеспокоена беспрецедентным ухудшением прав человека в Белоруссии. Продолжающиеся насильственные, жестокие репрессии оппозиции в Белоруссии неприемлемы. По этой причине Новая Зеландия присоединяется к другим и выступает за целенаправленные меры. Право на свободу, мнение и мирную демонстрацию являются основными и неотъемлемыми. Новая Зеландия настоятельно призывает белорусское правительство срочно и безусловно освободить всех тех, кто были произвольно задержаны за выражение своих точек зрения или участвовали в протестах и провести независимое беспрестное транспорентное расследование всех нарушений прав человека в особенности случаев пыток и жестокого обращения. Мы призываем правительство Белоруссии работать со спецдокладчиком и осуществить рекомендации, изложенные в ее докладе. Наконец, Новая Зеландия призывает правительство Белоруссии отреагировать на неоднократные призывы и отменить смертную казнь. Благодарю вас. Благодарю вас. Теперь мы перейдем к списку ораторов от НПО. Слово предоставляется фонду Right Lovelyhood Award. Госпожа председатель, наш Центр весна. Приветствую доклад спецдокладчика. Это еще один доклад об ухудшающемся положении в области прав человека в Белоруссии за последние месяцы, за последние месяцы, в котором речь идет о произвольных задержаниях. На 30 июня 526 политических заключенных находятся под стражей. Их число растет. Мы обеспокоены последними изменениями в законодательстве, в особенности поправками к закону о борьбе с экстремизмом. Это инструмент преследования гражданского общества и он может привести к закрытию правозрачных организаций. Несколько НПО, в том числе и правозрачные центры Весна, уже являются предметом уголовного расследования. Мы обеспокоены ситуациями применительно к Марфе Рабковой, Андрею Чапику, Татьяне Лосицей и Леонидом Судаленко, которые были задержаны в течение нескольких месяцев, а также принудительной посадкой самолета Рейн-Р и арестом Романа Протасевича. Мы призываем СПЧ проведить мандат сведзокладчика и сделать так, чтобы мониторинг в отношении Беларуси продолжился. Мы призываем власти осуществить на практике все рекомендации и доклады и приступить к серьезному надежному процессу конституциональных реформ и немедленно-безоговорочно освободить всех политических заключенных. Благодарю вас. Спасибо. Слово предоставляется Фонду Хельсинки по правам человека. Подтверкиваем глубокий кризис права и прав человека и усиление массового политически мотивированного уголовного преследования в Беларуси. Число политических заключенных приближается к 600. Возбуждено более 3000 уголовных дел. Только за июнь осуждено не менее 125 человек. Закон в Беларуси превращен в инструмент политических репрессий. Судебные процессы носят формальный характер, апелляции к судьям о пытках во время следствия не вызывают никакой реакции. Последний пример тому – публичное заявление о жестоких пытках Николая Дзитка. Работа адвокатов, юристов, правозащитников чрезвычайно важна, но они становятся объектами политического преследования за свою профессиональную деятельность и выражение мнений. Так, правозащитники и юристы Леонид Судоленко, Сергей Дроздовский, Олег Гороблевский, Марфа Рабкова и другие много месяцев находятся в заключении. Не менее 20 адвокатов лишены лицензии, в том числе Максим Конон, Людмила Казак, Константин Михель, Михаил Кирилюк, Александр Пыльченко, Сергей Зекратский. Андрея Мочалова известили о лишении лицензии прямо во время судебного процесса. Адвокат Максим Знак в СИЗО уже 10 месяцев, а его защитник Дмитрий Лаевский подвергается давлению и дисциплинарным взысканиям. Выпускницу юридического факультета Екатерину Винникову за речь в поддержку репрессированных юристов и преподавателей задержали после вручения диплома. Последние изменения законодательства об адвокатуре лишили адвокатуру Беларуси независимости. Ситуация требует безотлагательной консолидированной реакции международного сообщества. Я благодарю вас. Слово предоставляется следующая организация. Госпожа председателя, адвокаты за адвокатов Канада, благодаря спецдокладчика за доклад, мы разделяем обеспокоенность относительно усугубляющей ситуации во время 2020 года и начала 2021 года. Мы обеспокоены докладами после президентских выборов в августе 2020 года многие адвокаты были арестованы или задержаны за свою профессиональную деятельность. Существует тревожный доклад о том, что многие арестованные граждане не имеют доступа к правовым защитникам по собственному желанию и что конфиденциальность часто не соблюдается между адвокатом и клиентом. За последние месяцы мы наблюдали беспрецедентный рост лишения квалификации и лицензии адвокатов в Беларуси. Многие из этих адвокатов защищали оппозиционеров и протестов, которые говорили и выступали за верховенство права, правосудие и права человека. Белорусское правительство также приняло поправки к закону об адвокатской деятельности. Для ограничения независимости этой профессии мы призываем Совет призвать Беларусь угарантировать условия, при которых все адвокаты Беларуси могут практиковать свою профессию без запугивания, преследований, вмешательства или репрессиалии, отказываться от поправки к соответствующему закону и обеспечить независимость профессии адвокатов в соответствии с международными стандартами. Благодарю вас. Спасибо. Слово предоставляется фонду Human Rights House Foundation. Наш фонд и Белорусский правозащитный центр объединяет 33 другие белорусские организации. Мы рекомендуем продлить мандат спецдокладчика с достаточными ресурсами и финансовыми ресурсами. По мере углубления правозащитного кризиса в Беларуси мандат спецдокладчика очень важен. Спецдокладчик остается безопасным каналом для белорусского гражданского общества предоставлять обновленную информацию о том, что происходит в стране. Тем не менее, такая обновленная информация становится все более и более сложной для предоставления. Недавние изменения к Уголовному кодексу в Беларуси вызывают глубокую июню и ограничивают целый спектр прав человека, нацеленных на политических оппозиционеров, независимых СМИ и инакомыслящих. Мы глубоко обеспокоены тем, что Андрей Александров был обвинен в измене и приговорен к 15 годам заключения за свою правозащитную деятельность. Мы призываем к его немедленному освобождению и восстановлению. Госпожа председатель спецдокладчик говорит в своем докладе, что даже самые основные социальные услуги под угрозой Беларуси в данный момент, например, доступ к образованию. Мы просим спецдокладчика ответить, знает ли она о случаях того, чтобы дети использовали в качестве инструмента репрезали против правозащитников, как и было в случае с семьей Владимира Яровского, и кого воздействие всей этой ситуации на детей правозащитников. Спасибо. Благодарю вас. Слово предоставляется Всемирной Организации по борьбе против пыток. Спасибо. Центр ВИАСНО, Международный комитет по расследованию пыток Беларуси благодарит спецдокладчика за доклад и важную работу. Правозащитный кризис в Беларуси все еще продолжается, и пытки, произвольные содержания, несправедливые судебные процессы, это реальность для многих Беларуси в каждый день. Наши партнеры задокументировали более двух с половиной тысяч случаев пыток с августа 2020 года. Необъяснимая смерть политического заключенного и активиста Витольда Ашурака в прошлом месяце и другого политического заключенного Латипова после того, как он прибыл 51 день в изоляционной камере, все это вызывает обеспокоенность. На сегодняшний день ни один случай пыток не был расследован, недавние законодательные изменения еще больше институционализировали безнаказанность в особенности поправки к уголовной процедуре и кодексу в том, что касается реагирования на жалобы и новый закон национальной безопасности, который еще больше ограничивает ответственность правоохранительных органов. Мы призываем СПЧ внимательно следить за правоохранительной ситуацией в Беларуси и продлить мандат спецдокладчика, обеспечить условия, при которых у него будет достаточный ресурс для проведения своей работы. Мы также настоятельно призываем правительство подоставить срочный беспрепятственный доступ спецдокладчиков к стране и полностью сотрудничать с новой учрежденной миссией по установлению фактов. Благодарю вас. Спасибо. Слово предоставляется Международной Ассоциации по защите прав человека. Наш институт и Международная комиссия адвокатов тревожны правозащитной ситуацией в Беларуси и продолжающимися атаками на независимость адвокатов. Судебная система инструментализируется для запугивания. Доклад подчеркивает и говорит о политически мотивированных случаях. Все это ведет к нарушениям права на справедливое судебное разбирательство защитников. Независимость судебной системы это ключевая составляющая верховенства права. Мы осуждаем атаки на адвокатов, в том числе и преследования, которые выполняют свою работу. По меньшей мере 17 адвокатов были лишены лицензии с августа 2020 года. Министерство правосудия, юстиции контролируют функционирование ассоциации по предоставленной лицензии адвокатам. Растущий контроль, запрет на деятельность отдельным адвокатам и уголовное преследование. Мы призываем Беларусь обеспечить независимой судебной системой и этой профессии и воздержаться от вмешательства. Мы призываем спецдокладчик и СПЧ внимательно следить и отчитываться о правозащитной ситуации в Беларуси. Спасибо. Благодарю вас слово предоставляется Международному центру борьбы против цензуры. Спасибо. Мы благодарим спецдокладчика за доклад об ухудшающейся правозащитной ситуации в Беларуси. Репрессии независимых голосов в Беларуси продолжаются с выборов августа 2020 года. После ареста Романа Протасевича и Софии Сапеги мы глубоко обеспокоены их содержанием и предположительным использованием пыток. Семьи не имеют информации об условиях содержания, в том числе и адвокатов, которые рискуют оказаться и стать предметом преследований. Мы говорим о 500 политических заключенных, которые сейчас под стражей. Режим подавляет инакомыслящих Андрей Александров, журналист, который с января находится под стражей и который находится под заключением и в отношении него возбуждено дело по статье 356 Уголовного кодекса. Мы настоятельно призываем СПЧ призывать к немедленному безогорожечному освобождению Романа Протасевича, Софии Сапеги, Андрея Александрова и более 500 политических заключенных. Очень важно, чтобы СПЧ предложил проводить усилия для сбора и сохранения фактических данных о преступлениях в рамках международного права для того, чтобы привлечь к ответственности виновных. Спасибо. Благодарю вас. Слово предоставляется Международной Федерации по правам человека. Дамы и господа, правозащитная ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. С августа 2020 года более 30 тысяч человек были задержаны из-за участия в мирных собраниях и из-за выражения их мнения. Более 500 политических заключенных в тюрьме по уголовным делам. Политически мотивированные судебные процессы это вопиющее нарушение справедливого суда. Правительство продолжает атаковать НПО, правозащитников и журналистов. Шесть из моих коллег правозащитников сейчас в тюрьме. 25 журналистов, в том числе и 15 работников тут.бай наиболее популярного интернет-портала в стране. Мы по-прежнему регистрируем факты пыток и другого жестокого обращения. Правозащитный центр Весна опросил более 2000 жертв пыток. Власти не смогли расследовать эти дела. Мы в особенности обеспокоены изменениями в законодательстве, которые криминализируют любую общественную критику режима. Беларусь не соблюдает свои международные обязательства. Мандат спецдокладчика будет следить за развитием событий. Беларуси и белорусская драма это не внутренний вопрос страны. Это обеспокоенность всего международного сообщества. Благодарю вас. Слово предоставляется адвокатом за право человека. Госпожа председатель, наша организация благодарит специального докладчика за доклад. Мы в особенности приветствуем внимание после избирательного насилия, задержания, репрезиалия против правозащитников и гражданского общества. Наша ассоциация разделяет обеспокоенность. Полиция использует чрезмерную силу против мирных протестующих. все это приводит к побоям и другим физическим травмам. Тысячи были задержаны. Задержанные находятся в небольших тюремных пространствах. Женщины сталкиваются с сексуальным насилием и угрозами изнасилования. Им угрожают нанести ущерб их детям, если они не будут с ними сотрудничать. Правительство преследует и запугивает правозащитников и гражданское общество после выборов, обвиняет отдельных лиц и НПО в нарушении уголовного кодекса посредством финансирования массовых протестов. Несколько активистов уехали из страны из-за их безопасности, других произвольно задержали. Мы призываем спецдокладчика и приснимемся к призыву спецдокладчика срочно и безговорочно освободить всех задержанных. правозащитников провести расследование нарушения прав человека и привлечь виновных к ответственности. Благодарю вас. Слово предоставляется Международной комиссии юристов. Госпожа председатель Международной комиссии юристов обеспокоена систематичным нарушением прав человека в Беларуси из президентских выборов 2020 года в особенности здесь пропорциональным ненужным использованием силы правоохранительными органами в отношении мирных протестующих, произвольными арестами, задерживаниями тысячи людей и отказом в доступе к адвокатам, систематическими пытками, жестоким обращениям. И большой контроль в отношении судебных органов, нехватка независимости этой профессии. Произвольное задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги после того, как их самолет был принудительно посажен в Минске. Это результат акта терроризма. Беларуси систематически не участвует и не взаимодействует с международными процедурами. Мы призываем Беларусью незаметлительно освободить всех произвольно задержанных, отменить все обвинения в их адрес, предоставить доступ к эффективным средствам правовой защиты для правозащитников, организовать беспрестрастное, независимое, эффективное и надлежащее расследование нарушения прав человека и привлечь ответственность и полностью участвовать в работе с международными механизмами, в особенности теми, которые были учреждены конкретно для Беларуси. Спасибо. Это был последний оратор в моем списке. Слово предоставляется госпоже Анаис Марина. Для заключательного слова. Госпожа Марин, у вас есть 12 минут и 40 секунд. Пожалуйста. Благодарю вас, госпожа заместитель председателя. Конечно же, это не так много времени. Я благодарю вас за интерес, проявленный к моему докладу, за поддержку моему мандату. 35 заявлений мы заслушали сегодня, поэтому, по-моему, это свидетельствует об интересе международного сообщества в отношении ситуации прав человека в Беларуси. Не могу ответить на все заданные вопросы, но позвольте мне прежде всего перейти на французский язык для того, чтобы ответить на вопрос заданный на французском. Хотелось бы подчеркнуть необходимое для международного сообщества поддерживать, в частности, правозащитников, адвокатов и журналистов, которые постоянно преследуются и следить за тем, чтобы еще больше ущерба не было причинено. Помимо тех людей, о которых мы знаем, число задержанных очень высоко, поэтому я внимательно слежу за вопросом защиты моих источников информации. Я призываю всех игроков гражданского общества и жертв проявить осторожность. Безопасность коммуникации это важный аспект, который должен получить внимание со стороны всех тех, кто не хочет спровоцировать дополнительные ущербы или пытки близким, а также в отношении правозащитников и журналистов. Это очень важно, тем более, что мы не можем исключать ухудшение ситуации или сокращение коммуникации. отвечая на вопрос Швейцарии, на тему закрытия Бюро Верховного Комиссара в Минске. Конечно же, я сожалею, что этот пост был закрыт, потому что страна нуждается в инструменте сотрудничества и коммуникации СОВКПЧ. Это был очень полезный инструмент для поощрения прав человека на практике. Мне кажется, что эти изменения делают еще более важным признанием моего мандата белорусскими властями, потому что международная изоляция страны это не решение. Позвольте мне опять перейти на английский язык и ответить на вопросы, которые были заданы на английском. По поводу детей, я благодарю ЕС и Human Rights Foundation за внимание этой темы. Как вы знаете, это центральная тема для моего мандата с момента назначения три года назад на этот пост. Я осознаю, и знаю случаев запугивания правозащитников, социальных и политических активистов посредством груз, нанесения ущерба детям. Детей используют для шантажа в отношении родителей, для того, чтобы они покинули страну. Я получила свидетельство о десятках таких дел. Обычно это происходит из-за использования указа 18, который предусматривает государственную опеку детей для семей в так называемых социально опасных ситуациях. Это мера, которая первоначально была предназначена для того, чтобы взять детей и убрать детей из опасных ситуаций домашнего насилия и уголовной деятельности страны родителей. Тем не менее, в результате злоупотреблений использования такой администрации родители, которые задерживали во время протестов или в результате рейдов на их рабочем месте применительно к журналистам или правозащитникам эти дети, точнее эти люди столкнулись с тем, что у них забрали детей вместо того, чтобы отдать их родственникам. Проблема в том, что требуется минимум 6 месяцев правовых процедур, чтобы вернуть потом ребенка обратно в семью. И я особое внимание уделяю таким случаям и таким инцидентам, которые направлены с особой жесткостью против матерей-одиночек. В отношении вопроса как может помочь международное сообщество гражданскому обществу. Все гражданское общество находится в коллективно посттравматическом шоке. Я призываю всех, кто хотел бы оказать психологическую помощь, например, бесплатные консультации по-русски опытных психологов, помощь в реабилитации, какие-то возможно помощь стипендии для студентов, это всевозможные формы оказания помощи. И особенно соседние страны готовы к возможному притоку людей, которые стремятся покинуть Беларусь в поисках прибежища. Уже тысячи людей покинули Беларусь в последние месяцы, и необязательно они пользуются юридической защитой, которая обычно предоставляется претендующим на политические убежища. К этому необходимо было адаптироваться к этой ситуации, готовиться, и с учетом сегодняшней динамики событий, вряд ли эти потоки уменьшатся. Этим людям нужна будет поддержка, помощь, жилье, доступ к образованию за рубежом, и все остальное необходимое для жизни. Я хотел бы подчеркнуть, что все права человека взаимосвязаны. Нарушение гражданских, политических и других прав неизбежно приводит к нарушению прав человека и в других областях, таких как право на образование, например, это то, что происходит уже в Беларуси. И для того, чтобы обеспечить защиту людей на образование, власти должны уважать право на свободу выражения мнений, академические свободы, свободу образования, иные свободы и права. Отвечаю на вопрос Чехии и США по вопросу ответственности за наиболее серьезные преступления. Многие подчеркивали, что важно привлечь виновных в самых серьезных преступлениях, совершенных в последнее время, к ответственности. И сегодняшняя безнаказанность, которая царит в Беларуси, будет продолжаться, если не удастся остановить эти серьезные преступления, совершающие их, должны понимать, что им не удастся бесконечно уходить от наказания. Позвольте напомнить вам, что запрещение пыток, например, стало императивной нормой международного права Юскогенс, что означает, что любой несет моральное обязательство действовать против тех, кто совершает пытки, практикует пытки. Я слышала, что прокуроры в уголовных судах стран, которые признали универсальную юрисдикцию за такие серьезные преступления, уже взялись за проведение расследований по жалобам людей на применение к ним пыток, людей, которые нашли прибежище в этих странах. Это все форма борьбы с этой безнаказанностью. Однако, конечно, необходимо будет обеспечить правовой санкцией решение таких судов, что пока в настоящее время не происходит. Резолюция 46-20 имеет особое значение. Она создала расследственную группу расследований для обеспечения справедливости в отношении жертв и выявления виновных в совершении серьезных преступлений. Это подводит нас к вопросу, который задавала Голландия, Германия и Соединенное Королевство между прокоординацией мандата моего и Верховного Комиссара. Я работаю тесно, взаимодействуя с Верховным Комиссаром и взаимодействуя с другими механизмами ООН. Это предполагает ежедневный обмен информацией, совещания, мозговые штурмы. Конечно, существуют специальные процедуры для этого. И Резолюция 4620 Совета открывает новые возможности для сотрудничества. Я уже провел несколько завещаний здесь, в Женеве на прошлой неделе, в том числе с Верховным Комиссаром по правам человека и ее командой, работающей по Беларуси, а также с этими с тремя экспертами высокого уровня, назначенными ею в мае. Идет работа по реализации этой резолюции, и она должна набрать силу реализации этой резолюции. вместе с другими мандатами мы взаимодействуем. Сегодня я взаимодействовал с специальным докладчиком по пыткам, затем также с внесудебными казнями и взаимодействую с другими важными и релевантными мандатами, в том числе по насильственным исчезновениям, по произвольным задержаниям, по свободе выражения, по свободе мирных собраний, по правозащитной деятельности. Я вижу свою роль главным образом в том, чтобы дать необходимые экспертные знания для команды Верховного Уголномоченного по правам человека. Хочу подчеркнуть также, что я получила значительный объем информации из первых рук напрямую от жертв нарушения прав человека, от их родственников за последний год, в том числе видеозаписи, фотографии, медицинские документы, протоколы судебные. Я направляю эти данные в секретариат для группы по рассмотрению, чтобы они могли перепроверить эту информацию из других источников и связываться и взаимодействовать с жертвами. Мой мандат состоит в том, чтобы взаимодействовать с другими командами и для реализации резолюции 4620. Я призываю международное сообщество продолжать поддержку этих двух мандатов и продолжать призывать власти Беларуси оказывать содействие реализации обоих мандатов. Что еще можно сделать наконец? У меня тут есть два комментария. Что может международное сообщество сделать для продвижения прав человека в Беларуси? Первичная ответственность за соблюдение прав человека лежит на властях соответствующих стран. В обстоятельствах, когда эти власти пренебрегают своими обязательствами по международному правозащитному праву, я не вижу другого способа, кроме как оказывать давление и дальше, чтобы эти власти начали соблюдать права человека. К сожалению, в отношении Беларуси сегодняшней мы видим системный дефицит в этом плане. Вся государственная система направлена не на защиту, а на урезание и ужесточение подавления прав человека. Поэтому международное сообщество должно работать коллективно, должна быть синергия между международными организациями, другими странами, правозащитными группами, гражданскими активистами, чтобы заставить власти этой страны уважать права человека. Касательно конкретных рекомендаций, я предлагаю, чтобы государства-члены представляли и дальше свои рекомендации в рамках третьего цикла периодического обзора. Они могут призывать власти принять план по соблюдению прав человека и принять меры, которые приведут к заметному прогрессу, в том числе в отношении конституционной реформы. Спасибо. Благодарю вас. Ваше превосходительство, дамы и господа. Мы подошли к концу нашего интерактивного диалога. Я хочу поблагодарить госпожу Анне Смарин за ее участие в сегодняшнем заседании. Большое спасибо. Прежде мы пригласим наших следующих выступающих на трибуну. Я хотел бы сделать небольшой перерыв, а потом мы возобновим нашу работу.